Добро пожаловать на просмотр видео, с вами Данич и это новости в разработке Sovia Driver. За неделю разработчик успел дропнуть целых 4 новых скриншота в своей группе, ссылка на которую уже в описании. В самом начале хочу сообщить очень важную и радостную новость. Я теперь бета-тестер этой игры и уже успел в неё поиграть, поэтому в будущем будут и видосы и стримы по этой игре. Почему не сейчас? Потому что возникли проблемы с оптимизацией, которые в ближайшее время решатся. И я смогу спокойно снимать с Sovia Driver. А пока ловите первый скриншот. Ничего нового я не вижу, но единственное могу предположить, что в будущем можно будет заправлять наше авто на заправке. Это мы выясним позже. А пока идём дальше. Добавлены настройки текстур и теней. Причём тени при желании мы можем полностью отключить, а текстуры сделать как очень качественными, так и наоборот. Это уже от телефона зависит. Также хочу отметить кнопку гараж, благодаря которой мы можем прямо во время игры сменить машину, не выходя в меню. Это очень удобно. Ночной скриншот. На нём нам показали посад в ночном курске. Мы уже рассматривали подобный скриншот в предыдущем видео, поэтому здесь особо-то нечего смотреть. Единственное, в этот раз ночь уже поздняя и на улице значительно темнее, чем в тот раз. Ну и самый сок я оставил на конец. Самый красивый геймплейный скрин с авиодрайвером. И с этим трудно не согласиться. Это не что иное, как вечер. Закат получил всё просто сумасшедшим в хорошем смысле этого слова. Ещё больше атмосферности придают деревья и линии электропередач, идущие вдоль грунтовой дороги. И опять же, всеми любимый посад. На этом порция новых скриншотов подошла к концу, а значит и видео тоже. В связи с последними событиями я оставил в описании ссылку на мой телеграм-канал и мою беседу во Вконтакте. Это, так скажем, два наших виртуальных бункера. Полсотни человек уже сидят там. Заходите и вы. А до конца видео осталось 20 секунд. За это время можете выбрать, что посмотреть следующим, или же перейти на канал и подписаться. Дай бог встретимся в следующем видео или на стриме.